Ущербом в десятки миллионов тенге обернулись для жителей дома на Гоголе-12 гидравлические испытания теплосетей. Почему затопленным оказался весь подъезд, кому предъявлять претензии жильцам и как избежать подобным остальным крыганоденцам, выясняла Людмила Бачкина. Жильцы решили, что на улице пошел ливень, потому что одновременно в разных комнатах с потолков полилась вода. Но причиной оказался не дождь, а гидравлические испытания теплосетей компании «Теплотранзит Караганда». Когда все это полилось и начало падать, у меня был дикий шок. Я вообще не знала, у меня руки начали трястись, ноги подкашиваться. Я пыталась что-то вынести, муж на работу позвонил, он примчался, там стали перекрывать воду где-то. Рухнула крыша в спальне. Слава Богу, что в этой комнате родителей не было. Как дверь открыли, вот эту дверь открыли, вот сюда вся вода хлынула. Но никто, ничто нас не предупредил. Если бы предупредили, все было бы закрыто. Потому что у нас двор как бы дружный, все хороший двор. В 2016 году мы сделали капитальный ремонт. Это как бы все новое. Петр Клапка затратил на ремонт несколько лет назад 20 миллионов тенге. Теперь подозревает, он обойдется еще дороже. Он намерен предъявить ущерб компанию-слугодателю, но там заверили, что предупреждали председателя КСУ еще 19 апреля и показали роспись на уведомлении. В уведомлении четко указано о необходимых мерах безопасности при проведении испытаний гидравлических на наших сетях. А именно закрыть задвижки. Если задвижки, значит, не держат, установить металлические заглушки на входных задвижках, на системах ГВС и прочее. Чтобы обезопасить систему, так как давление в наших сетях, когда мы испытываем квартальные сети, не менее 12 атмосфер. Правда, старшая по дому заявила, что уведомления принесли не ей, а бабушке-пенсионерке, живущей в доме. Хотя в прошлые годы представители теплотранзита всегда расклеивали объявления на подъездах и жильцы успевали обезопасить дом. Если эта информация не доведена до потребителя, то потребитель, соответственно, составляет акт с жителями о том, что произошло данное ЧП у них в доме. Соответственно, обращается в оценочную компанию для того, чтобы определить фактически причиненный ущерб. Направляет досудебную претензию услугодателю за непредоставление своевременной информации. Жильцы намерены подать иск в суд на компанию теплотранзит Караганда. Если бы в доме было КСК, стоило бы включить в число ответчиков и его, считает юрист. Суд и будет выяснять, кто уведомил жильцов, а кто нет и кто будет возмещать ущерб.